И удивить, и победить. Студент ЧГУ Никита Павлов занял первое место на всероссийском студенческом фестивале «Стартап», который прошел в Тольятти. Работа Никиты, разработка игры автосимулятора и ее публикация в Google Play, опередила проекты ведущих российских вузов. С компьютерным гением встретился Рифат Фадкулин. Никита учится на факультете информатики и вычислительной техники. Он программист до мозга костей и кончиков пальцев, которые то и дело стучат по клавиатуре. Год назад он придумал мобильную игру и разместил ее для скачивания на платформе Android. Игра бесплатная, с простым управлением и детализированной графикой. Любители гоночных игр могут прокатиться по улицам Чебоксар на отечественных автомобилях и полюбоваться трехмерными моделями монумента матери и фонтана. С каждым днем игра набирает все большую популярность. Сейчас у нее около 2,5 миллиона скачиваний. Игра очень простая, в ней по сути нет какого-то глубокого смысла. Но тем не менее она людям понравилась. Главной целью, наверное, моего проекта это было просто попробовать себя в совершенно разных сферах разработки игры. То есть и звук, и графика, и 3D-моделирование. И просто понять, что получается у меня хорошо, а что не очень. Создание мобильного приложения заняло у юного разработчика ровно год. Программирование изучил самостоятельно по видеоурокам. Заниматься этим приходилось в свободное от учебы время. В итоге освоил 5 сложнейших программ. Успехи сына мама воспринимает как свои личные. Я сама сидела на церемонии награждения, когда озвучили третье место, второе место. Моего сына нет, и я как-то даже немножко опустились руки. Ну а в конце вызвали его, ну я испытала полный шок. Он сам, по-моему, даже еще больше был в шоке. За само умение зарабатывать деньги, в таком возрасте, выбрали его. В качестве приза молодой человек получил золотой диплом и сертификат на 50 тысяч рублей. Почивать на лаврах сейчас не время, говорит победитель. Никита Павлов намерен усовершенствовать игру. Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, Республика.